Проверки торговых точек, изъятие нелицензированного спиртного, запрет на реализацию алкогольной продукции в ночные часы. Все эти и другие меры, проводимые на курорте, безусловно, дают свои результаты. Но в проблеме алкоголизации населения нужно искать также источники и причины этого явления. Реализацией этой задачи в городе занимается недавно созданная при мэрии управления. Мы дадим старт новому этапу нашей с вами работы с населением. Мы должны нацелиться прежде всего на работу с людьми, которые стоят на начальном этапе злоупотребления алкоголем. В этой работе нужны современные технологии, методики убеждения, визуальные мотиваторы. К сожалению, в наших семьях принято любое радостное событие или событие печальное, скорбное, сопровождать употреблением спиртного. И действительно, многие люди не задумываются, что такие традиции могут привести к негативным последствиям. Родители не осознают, что предлагая детям чокнуться бокалами, они таким образом разрешают им употребление алкоголя. Это вывод экспертов. Именно поэтому проблема употребления спиртных напитков в нашей стране стоит гораздо острее, чем проблема наркомании. Практически 5000 зависимых лиц, которые состоят на учетах в наркологическом диспансере Сочи, каждый четвертый состоит с синдромом зависимости от алкоголя. То есть, в принципе, эта проблема зачастую может замалчиваться, но на самом деле она действительно имеет очень глубокие корни. А корни эти уходят в далекий XIV век. Впервые в Россию спирт привезли генуэзские купцы. Чужеземный продукт нашим народом тогда был признан невозможным к употреблению. Но чтобы сбыть товар, иностранные торговцы начали его продавать под видом целебного настоя. Таким образом, уже к началу XIX века уровень употребления алкоголя вырос до 4 литров в год на душу населения. На данный момент это уже порядка 15 литров. Снизить такие показатели в России задача в том числе и Международной академии трезвости, а Сочинское управление по профилактической работе с населением намерено не допускать появления новых людей с зависимостью. Для этого в образовательных учреждениях города будут проходить тематические беседы со школьниками и транслироваться фильмы, созданные в рамках проекта Российского министерства образования и науки. Также запланированы практические занятия по укреплению здорового образа жизни. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.